Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хотел бы в этом коротком видео провести анализ сравнения двух стран, одних из самых благополучных и стран, в которые хотели бы люди эмигрировать. И это будет Швейцария и Норвегия. Обе эти страны находятся в Европе. Обе эти страны христианские и в Швейцарии христиане двух конфессий, это католики и протестанцы, протестанцы в равной степени, а в Норвегии это христиане протестанты. И сравнивая эти две страны, мы должны знать о том, что Швейцария это конфедерация 26 кантонов, а Норвегия это королевство. И давайте начнем с территории, размеров и числа жителей этих стран. В Швейцарии проживает 8,5 миллионов жителей, по территории небольшая страна, 41,2 тысячи квадратных километров, столица Берн. А в Норвегии на территории 387 тысяч квадратных километров проживает 5,4 миллиона жителей, а столицей является город Осло. В ВВП на душу населения в Швейцарии 81 тысяча долларов, а ВВП Норвегии на душу населения 71 тысяча долларов. Существует индекс человеческого развития, и на первом месте находится в мире Норвегия. 0,95 сотых этот индекс, а на втором месте 0,94 сотых это Швейцария. Продолжительность жизни людей чуть выше в Швейцарии, но в обоих странах очень высокая продолжительность жизни. Мужчины в Швейцарии 81, женщины 84,3 года продолжительности жизни. А в Норвегии 80 лет продолжительности жизни мужчин, а у женщин 84 года. И хотел бы сказать, что существуют знаменитости, в кавычках, которые проживают в этих двух странах. Назову только некоторых из них. Швейцария Фил Коллинз, Тина Тернер, Шанния Твен, Ален Делон. А Норвегия Алиша Боу, Фритьёв, Нансен и группа АХА. Безработица в обоих странах в Швейцарии чуть ниже 3,3%, а в Норвегии 4,3%. Отрасли промышленности и экономики этих двух стран, мы начнём со Швейцарии, это фармацевтия, химия, часы, машины, металлы, ювелирные изделия, энергия, банки и страховой бизнес. Норвегия. Нефть, газ, рыба, машины, металлы, корабли, химия. Минимальная оплата труда в часах за час и за месяц. Минимальная оплата труда в Швейцарии 18,5 евро. А минимальная оплата труда за месяц 3,335 евро. В Норвегии минимальная оплата труда 12,5 евро. А минимальная зарплата в месяц 2,5 тысячи евро. Цены на жилье и на квадратный метр жилья в обоих этих странах. В Швейцарии они значительно выше и колебания квадратного метра в цене от 3000 евро до 12000 евро, а в Норвегии в среднем один квадратный метр жилья стоит примерно 6000 евро. Но в последнее время тенденция на снижение стоимости жилья в Норвегии. Однокомнатная квартира в Швейцарии стоит примерно 500 тысяч евро, а небольшой домик, скажем, с двумя комнатами и кухней в Норвегии стоит примерно 300 тысяч евро. Питание. Примерно одинаковая цена питания в обоих странах. Хлеб около двух евро. Молоко около полутора евро. Яйца около двух с половиной евро. Картофель около одного с половиной евро. Яблоки от двух до трех евро. Фитнес, транспорт, бензин. Хотел бы сказать о том, что каждый десятый швейцарец посещает фитнес-центр. И в Швейцарии более 1000 фитнес-центров. Примерно 750 тысяч швейцарстов имеют карты фитнес-центров. В среднем стоимость карты на месяц стоит 80 евро. Норвегия занимает первое в мире место по числу тренирующихся фитнесом людей. 83% норвежцев занимаются фитнесом регулярно. На втором месте в мире голландцы, на третьем федеративная республика Германия. Хотел бы сказать о том, что примерно 80 евро стоимость абонементовой оплаты за посещение фитнес-центра в Норвегии. Хотел бы сказать о том, что несмотря на то, что в Норвегии добивается много нефти и газа, цена на бензин в обоих странах примерно одинаковая, но немного выше в Швейцарии. Но цены колеблятся в диапазоне 1,5-2 евро за дизель и бензин. Медицина. В Швейцарии существуют как государственные, так и частные медицинские страховки и клиники. Но все люди имеют базовую медицинскую страховку и необходимо за нее отчислять ежемесячно со своей заработной платы от 80 до 370 евро. В Норвегии обязательная медстраховка и в основном на 99% это все-таки государственная медицина. Образование. Оно бесплатное в обоих странах, но в высших учебных заведениях Швейцарии символическая плата в год 200 евро, а в Норвегии оно бесплатное. Природа, климат и туризм. Естественно, Швейцария это горы без морей, океанов. А в Норвегии существует Атлантический океан, Северное море, Баренцево море. И такие скандинавские горы и фьорды это символ Норвегии. А символ природы Швейцарии это горные озера с чистой водой. Это горы и всего крупных озер с территории более 5 квадратных километров в Швейцарии более 22. Самое большое из которых это Женевское озеро. И наконец, последнее сравнение это интернет. В обеих странах он примерно одинаковой цены в месяц, около 30 евро. Но более быстрый и скоростной в Швейцарии. И как выводы из всего перечисленного мною сравнения, я побывал как в Швейцарии, так и в Норвегии. Обе страны просто фантастические, удобные для проживания. Но учитывая климат, природу, туризм, погоду, отдаю предпочтение Швейцарии на первом месте. Поразмышляйте вы об этом, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.